Итак, я закончила создание вот этого элемента. Теперь у нас осталось несколько моментов. Нам нужно закрепить его к основе для кольца и создать изнанку. Причем создать изнанку нужно одновременно. Я хочу сделать изнанку вот эту натуральную кожу темной стороной замшевой и полностью скрыть под кожей вот это вот основание для кольца. Как я это буду делать, сейчас я вам покажу. Единственный момент, я подумала, ну то есть как вот мы будем его носить. Изначально оно задумывалось как асимметричное кольцо. В итоге мне показалось, что вот так может быть оно смотреться интереснее. Берем кожу, берем ручку. Поскольку у нас вот эта сторона изнаночная, я на ней спокойно сейчас нарисую силуэт. Я буду закрывать полностью всю изнаночную сторону. Вот у меня нарисовано кольцо. Сейчас еще где-то не пропечаталось. Нарисовано полностью колечко. Сейчас моя задача это вырезать аккуратно и определиться, как я все-таки буду крепить основу для кольца. Вот я вырезала изнанку по своей выкройке. Решила все-таки, что кольцо будет вот таким вот образом располагаться на пальце. И поэтому основу для кольца мне нужно будет закрепить на изнанке вот таким вот образом. То есть перпендикулярно двум большим бусинам. Для этого на изнанке я сейчас нарисую сначала то место, где у меня это кольцо будет. И чтобы попасть сюда, мне придется все-таки здесь сделать небольшой надрез. Еще раз давайте проверим. Я сделаю надрез сбоку до середины. И вот таким вот образом еще немного вырезать надо под это кольцо. Вот таким вот образом у нас эта основа должна быть закреплена. Я ее сначала закреплю здесь, пришью через эти отверстия, пришьем он нитью к сутажу, чтобы оно не крутилось потом. А уже после этого одену изнанку и буду обшивать ее бисером. Для того, чтобы пришивать основу кольца, а также обшивать, я буду использовать более толстую мононить в одно сложение, потому что мне пришивать бисер именно вот ей удобнее. Вы можете делать так, как удобнее именно вам. Так, прошиваем, закрепляем сразу конец этой мононити. И пришиваем ее по принципу пуговички. Именно таким образом, как это нужно нам. Очень сильно стараться пришить ее насмерть, как бы нет необходимости, но закрепить в нескольких местах, конечно, нужно. Так, вот на этом этапе. Мы проверяем, да, то есть мы пришили основу правильно, так как мы хотели. И закрепляем ее здесь. Вот у нас основа пришита. Основа пришита. Теперь наша задача пришить, закрепить как следует изнаночную сторону. Для того, чтобы нам было проще ее пришивать, я в двух-трех местах прихватываю ее суперклеем гель, прихватываю к самой основе и вот в этих вот местах. Буквально совсем понемножку. То есть вот раз, два, три. Раз, два, три. Супергель удобнее тем, что он моментально не застывает, в отличие от жидкого суперклея. Так, проверяем, чтобы не ошибиться. И аккуратненько, все поправляем, совмещаем нашу изнанку. Наша задача сейчас приклеить ее в месте крепления основы для кольца и совместить места срезов. Вот это вот все аккуратненько закрыть. Суперклей схватывает быстро. Вот уже у нас это снова держится. Мы это сделали для того, чтобы нам было удобнее обшивать сейчас по контуру бисером. Там, где у нас слегка выходит изнанка за пределы, мы ее, естественно, сейчас лишнюю подрежем. И я покажу вам, как я обшиваю бисером украшение. Для декорирования изнанки я выбрала бисер который использовала для затягивания. И самое главное, нам нужно начать. Начать можно откуда угодно. Ваша задача вывести мононить, которую мы будем все это обшивать в любую удобную вам сторону между изнанкой и самим самым крайним слоем сутажа. Начинаем мы шить самым обычным швом обметочным. Итак, вот у нас нитка выведена между изнанкой и лицевой частью. Мы начинаем выполнять обметочный шов с применением бисера. Мы нанизываем бисеринку, подводим ее максимально близко и захватывая серединку края сутажа и маленький кусочек изнанки делаем накид. То есть выполняем фактически самый обыкновенный обметочный шов. Единственное, нужно следить, чтобы вот эта петля всегда оставалась после бисеринки. Берем следующую бисерину, нанизываем. Отступаем на расстояние не больше, чем сама бисеринка точно таким же образом. Накидываем петельку и у нас бисерина остается за петлей. Снаружи это будет выглядеть вот таким вот образом. Еще пару раз я вам покажу, как это делается. Я нанизываю бисерину, в середину сутажа протыкаю и протыкаю небольшой отступ изнанки. Это натуральная у меня кожа, она протыкается не очень легко, но тонкой иголкой. То есть максимально близко у нас бисеринки друг к дружке и затягиваем. Именно поэтому я беру нить потолще, потому что она позволяет выполнять вот именно эту процедуру затягивания. И так еще раз. Накидываю, затягиваю и если у вас доказалось, вы всегда двигаете эту бисеринку к предыдущей. Таким образом нам нужно обойти весь контур. И так вот я практически полностью обшила кольцо. Мне осталось буквально несколько штрихов. Как раз интересный момент, где переходы сутажа одного в другой. Вообще нужно сказать, что именно вот этот вот процесс, он обычно всегда самый длительный, самый муторный. Но просто я люблю именно таким образом оформлять украшения. Мне кажется, они так более закончены. И, конечно, когда краешки сутажа тоже видно красиво, но именно вот в таком варианте, когда вся изнанка полностью закрыта и обшита именно бисером, а не просто видно, какие-то ее стыки, мне кажется, наиболее красиво. Итак, вот этот вот момент, когда переход, я что делаю? Я стараюсь захватить максимально близко, то есть сохранить вот эти вот уголки. Одну бисерину я вшиваю вот сюда. И здесь у меня осталось место, вот вы видите, только для одной последней бисеринки. Сейчас я ее зашью уже в коричневый сутаж. Хотя вообще, вообще уже нет. И что я делаю в конце? Во-первых, для укрепления полностью всей вот этой бисерной обшивки изделия. И вот, чтобы вот эти вот вещи уходили, я еще раз через все изделие прохожу вот этой вот оставшейся ниткой полностью в каждую бисеринку. Сейчас вот это место не очень удобное, а потом вроде как проще должно быть. прохожу полностью по всему периметру еще раз вот этой толстой мононитью через каждую бисерину. Для чего я это делаю? Во-первых, для того, чтобы закрепить, а во-вторых, для того, чтобы выровнять. Потому что где-то вот, видите, случаются какие-то перекосы из-за того, что вот этот бежевый сутаж, он немножечко менее плотный, чем белорусский коричневый. Вот его немножечко тут перекашивает слегка. И бисеринки, вернее. Перекашивает слегка бисеринки. И именно вот это вот прошивание повторное по кругу, оно и дает вот этот вот эффект выравнивания. Я подтягиваю их еще сильнее между собой. И выравниваются вот эти вот переходные моменты между уровнями разного сутажа. Вот такое колечко у нас получилось в итоге. Вот так вот оно смотрится на руке. Я не буду растягивать просто. Вот таким вот образом оно будет выглядеть на руке. Кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, попробуйте сделать себе нечто подобное. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...